МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналистка была другая, и она была более ответственная. То, что происходит сейчас, я говорю как бы об общем, в фоне такого быть не могло. Там были другие проблемы, партийная журналистика и так далее. Но это было все очень серьезно и ответственно, очень точно. Я с первого курса писал в газете, и затем, когда я перевелся на заочное, я перевелся на заочное, потому что мне уже надоело сидеть за партой, я хотел сработать. Мне было 19 лет, я был хорошим журналистом, могу вам сказать честно. Те люди, с которыми я встречался тогда, они до сих пор рядом со мной, они стали мне близкими людьми. Это профессия, которая дает опыт, понимаете, человеческий опыт. И опыт общения с людьми. Мне было это очень важно в жизни, очень. Я думаю, что мне это помогает до сих пор. Так получается, это не сознательный выбор. Но я понимаю, что когда я сам прохожу этот путь, когда я сам придумываю эту историю, когда я сам выстраиваю внутреннюю проблематику, это для меня органично просто. Как правило, чужие сценарии, даже очень хорошие, они оставляют меня не то чтобы равнодушными, иногда они меня трогают. Но если он хороший, то вроде как он законченный, что в него вносить? А если он плохой, какой смысл им заниматься? Пожалуй, только с «Легенды номер 17» был такой неожиданный для меня опыт. Действительно неожиданный, потому что я читал разные варианты сценариев, написанных на одну и ту же тему. Это было на протяжении лет. И когда у меня в руки попал сценарий Мистецкого и Куликова, я совершенно не ожидал, что я его буду снимать. А этот сценарий, который я взялся читать, ну просто из уважения к продюсерам, которые предложили мне это. Но это случилось, причем так, что я перестал считать страницы. А когда ты читаешь сценарии, обычно ты их смотришь, потому что структуру проверяешь. Здесь меня просто несло по этой истории, потому что там была проблематика, которая оказалась мне очень близка. Я говорю не о хоккее, конечно же, а о человеческих историях. Я не предполагал, что в истории Харламова найдется что-то, что так пересекается с моей собственной судьбой и с тем, что меня так волнует. Ну, наверное, это показатель любой сильно мощно рассказанной истории. Когда вы можете смотреть про разбойника, историю про бандита, про инопланетянина, про животное. Но если это правильно рассказано, если в этом есть настоящее человеческое чувство, то в вас это попадает, понимаете, как стрела в сердце. И тут уже не откажешься. Не думаешь ни об опасностях таких историй. Они бывают очень опасны, потому что есть такая вещь в кино особенно, как достоверность, костюмы, реквизит, декорации. Иногда это очень дорого стоит. Но вот когда ты не можешь не молчать, да, как говорил Толстой, вот тогда происходит что-то, что в течение нескольких лет держит тебя в этом напряжении, и ты не можешь от этого оторваться, пока ты не выскажешься. Мне кажется, что это вообще искусственная, надуманная, такая школярская, я бы сказал, позиция, такое отношение. Я про это много раз говорил. Попробуйте повторить Гайдая. Нет, не получится. То есть вы можете формальные какие-то вещи повторить. А пульсацию, его картин никогда. Попробуйте повторить Спилберга, Хичкока. Ну, Хичкока как бы благодаря Трюфо и представителям французской новой волны как-то отнеслись счастливо к авторам. Но это же было не всегда. Он считался просто коммерческим режиссером. Это, кстати, еще один штамп. Коммерческое кино. Я говорю, а какое кино не коммерческое? А что, Тарковского показывали бесплатно в кинотеатрах? Нет. Мне кажется, что, уж простите за банальность, есть кино хорошее, есть кино плохое. И хорошее кино всегда делает автор. Всегда. Здесь вариантов не будет. Он меня совершенно поразил. Потому что у него глаза глубоко страдающего человека. Он пропускает через себя все эти истории, которые рассказывает. Кстати говоря, как правило, если он снимает по чужим сценариям, не по своим. У него был один или два опыта, когда он снимал по собственным сценариям картины. Вот эту внутреннюю проблематику наполнения истории, я думаю, что никто не может дать. Никто, кроме режиссера. Кинематограф у нас в стране сейчас в сложном положении находится. Мы потеряли зрителей. Я не думаю, что мы уж так в этом виноваты. Это скорее наша беда, чем вина. Кино было разрушено в 90-е годы полностью. И нам сейчас приходится соревноваться, ведь на самом деле, с супер бюджетными картинами. Не с американским кинематографом, как считается, это глупость. Потому что среднеамериканский кинопроцесс мы не видим. Если бы у нас показывали то, что показывают в Америке в кинотеатрах, то были бы такие же пустые кинотеатры. Восстановление связи кино и зрителя, отношение к походу в кинотеатр, не как к подвигу, да, раз в три года и с большим трудом, а как к нормальному процессу. Мне кажется, что это очень важно. Я очень надеюсь, что это вернется, потому что мы себя ведь многого очень лишили. Мне интересно, допустим, смотреть, как снимаются фильмы. Мне интересно общение с авторами картин. Мне интересен взгляд зрителей на фильмы. Мне интересны дискуссии по поводу фильмов. Я не люблю ток-шоу, потому что они сейчас стали такими перебивательными программами демонстрации антикультурного поведения. Но общение с интересными людьми, любых профессий, которые высказывают свои позиции, свои, а не навязанные изгне. Мне кажется, что это всегда очень любопытно.